Добрый день. Меня зовут Владислав. Я преподаватель программы «Архикат». Расскажу немного о себе. В 2011 году я закончил институт по специальности инженер-конструктор. И во время обучения у меня много было дисциплин, связанных с созданием чертежей, с начерательной геометрией, связанными с конструированием, с конструкциями, расчетами конструкции. То есть те дисциплины, которые в принципе есть и в строительной отрасли. После окончания института я пошел в конструкторское бюро машиностроения, и там производили изделия для военно-морского флота. И я застал то время, когда инженеры работали на Кульманах. И в то время вводилась система автоматизированного проектирования. И на моих глазах разворачивались события, по которым я могу судить о том, насколько эффективна вообще система автоматизированного проектирования, которая сокращенно называется SAP. Дело в том, что при создании чертежей в компьютере, грубо говоря, производительность, как правило, увеличилась, ну, примерно в четыре раза. Ну, это был мой опыт. То есть, почему главный вопрос? Дело в том, что при компьютерном проектировании мы создаем чертежи, и их очень легко редактировать, да, в отличие, например, от рисования на латку, где ластиком непосредственно приходится постоянно тереть и как бы изменять. Более того, при системе SAP у нас, как правило, есть уже библиотеки тех объектов, которые мы постоянно применяем. И их чертежей нет необходимости, да, мы просто берем из библиотеки, вставляем, и если их очень много в проекте, мы их можем копировать. И это, естественно, увеличивает эффективность, сокращает сроки. Основные цели SAP это сокращение трудоемкости. То есть, вот, пожалуйста, за счет вот таких манипуляций мы сократили трудоемкость проектирования и сроки проектирования. Так как мы задействуем меньше людей, меньше ресурсов на создание проекта, то и себестоимость проектирования уменьшается. Увеличиваются и экономические и технико-экономические уровни результатов проектирования. Что имеется в виду? Когда мы можем какие-то элементы, которые поставят, повторяются, создать автоматически, то нас стоит за время на проработку каких-то деталей, которые иногда не успевают сделать проектировщики, не обращают на них внимания. То есть, мы можем на это затратить больше своего внимания. Также мы с помощью SAP можем создать модели, с помощью которых легко будет разговаривать с заказчиком или, например, очень легко будет создавать сметы или саму проектную документацию. И вот в этом конструкторском бюро переходили на черчение саппорт плоское. Это было просто замена карандаша на, грубо говоря, мышку, да, и все. Чертежи создавались таким же образом. Но лично я в конструкторском бюро сразу перешел на те программы, которые создают электронную модель. Что такое электронная модель? Это модель, которая отображает реальность. То есть, мы можем взять модель созданного электрона и протестировать ее. Ну, если это мышное настроение, мы можем просчитать на какие-то сопротивления материалов, на какие-то технические характеристики или еще на что-то. То есть, грубо говоря, у нас есть реальная модель, которую мы тестируем. Более того, так как мы создавали электронную модель, мы можем получить ее чертежи автоматически. То есть, чертежи получаются как проекция этой детали на вид сверху, вид спереди, разрез и так далее. То есть, это уже следующий этап развития саппорта. То есть, первое, это чертежи плоская, и это уже давно, как бы, те времена прошли, которые можно было обходиться на плоскую чертежи. Сейчас, конечно, уже работаю с электронными моделями в обязательном порядке. И вот, мне приходилось также работать и в строительном области. То есть, машина строительная как-то не пошла. Я стал инженером на объекте гостиницы «Москва». Там мы создавали исполнительную документацию, и это мы делали в плоском черчении. То есть, даже тогда, где-то в 2019 году, популярность именно создания электронных моделей не было. И, как бы, все делалось по старинке, даже очень серьезных компаний. Это был, по-моему, штрафок немецкой компании. Но времена меняются, и, естественно, уже определяются другие требования. И когда я стал заниматься преподаванием, я преподавал разные инженерные программы, и сразу программа, которая мне попалась, ну, я, как бы, сама собой, она, как бы, появилась, да, в моей обучающей практике, потому что она была очень популярна среди дизайнеров, это программа «Архикад». Почему «Архикад» популярен среди дизайнеров и тогда, и сейчас? Ну, это дело в том, что у дизайнеров не было своей программы. И необходима была программа, которая более-менее соответствовала бы им запросам для создания рабочей документации. И так как «Архикад», в «Архикаде» можно было создать легко план с помощью стен, окон и так далее, то «Архикад» стал востребован в этой отрасли. И его стали применять, но изначально «Архикад» создавался для архитекторов. И если мы в дальнейшем посмотрим на рабочее окно «Архикада», то увидим, что там основные инструменты – это окно, дверь, то есть то, что относится к архитектуре. А то, что относится к дизайну, ну, можно называть только, например, команду развертки, да, с помощью которой можно получить чертежи стен. Так вот, так как эта программа была популярна среди дизайнеров, мне пришлось создать программу обучения, с помощью которой, ну, можно было как-то заточить «Архикад» для нужд дизайнеров. И на самом деле это удалось, удалось просто, потому что «Архикад» обладает огромным инструментарием, с помощью которого можно создавать разные чертежи, и только разные виды, визуализации и так далее. Но, так как «Архикад» – программа все-таки для архитекторов, то и среди архитекторов, естественно, она пользуется большой популярностью. И с помощью этой программы создают, надо мной, очень сложные объекты, применяют ее, и, в принципе, она удовлетворяет многим показателям в проектировании. Но кроме архитектуры, в «Архикаде» возможно создать и рабочую документацию. Также, ну, я имею в виду, что непосредственно строительные какие-то узлы и так далее. Но кроме непосредственно архитектуры, можно, например, создавать еще инженерные системы, есть дополнительные к «Архикаду». Также возможно создавать, естественно, мы получаем модель, да, мы можем делать какие-то просчеты, теплотехнические просчеты, силовые расчеты, там, сопротивление материалов и так далее, и так далее. То есть в «Архикаде» мы создаем полноценную электронную модель. Ну, давайте поговорим про электронную модель. Что это такое? То есть создание электронной модели – это такой подход к возведению, оснащению, эксплуатации, ремонту, который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проективной всей архитектурной, конструкторской, технологической, экономической или инной информации о здании со всеми ее взаимосвязями, за весимостью и так далее, и так далее. Но расшифруют. Дело в том, что когда у нас есть на руках электронная модель, и когда мы можем в этой электронной модели каждому элементу назначить какую-то информацию, например, в двери мы можем назначить какие-то технические характеристики, цену, производителя и так далее, и так далее. Мы можем, например, автоматически получать… Ну, представьте себе, если вы проектируете 1 миллион квадратных метров, а так как есть в архитектуре с помощью этой программы, представьте, сколько дверей, окон и всего такого будет в этом проекте. Это какая трудоемкость человеческих затрат, чтобы это все рассчитать, у меня, да, у человека часов нужно, чтобы выполнить такую работу. Это невероятно. Но архикад это решает буквально в один клик. То есть раз мы нанесли информацию, то мы можем ее и получить автоматом. Сметы, экспликации и так далее. Это при проектировании. А, например, при эксплуатации. Что, какие возможности? Ну, представьте себе, есть у нас электронная модель, которая отображает реальное здание. И вот в этом реальном здании произошла какая-то авария, утечка или еще что-то. Мы можем открыть эту электронную модель, примерно увидеть ту часть, где произошла авария, и увидеть слабое звено, где там находится слабое звено. И уже устранить слабое звено будет просто, потому что мы можем легко, ну, мы уже понимаем, где она находится. Ну, в общем, эксплуатационщики будут пользоваться электронной моделью постоянно. Более того, можем взять эту модель, например, или делать постоянно там какие-то, ну, строить новые перегородки, перепланировки и так далее. То есть нам не нужно будет многократно делать работу по возведению стены. Ну, это я говорю только, ну, такие, знаете, ну, самые распространенные примеры. Их, конечно, будет огромное количество. За электронной моделью зданий, помещений, и это будет в обязательном порядке при сдаче проекта. Ну, вот здесь представлена как раз эта электронная модель. Я создавал документацию для магазина Пашинкарии. Вот вы можете приблизительно, да, увидеть, что на себе представляет. Вот у нас есть рабочее окно. Вот проект. Он создан с помощью вот команды стена, двери, окно, балка, перекрытия, лестница и так далее. Каждому элементу мы можем задать какую-то информацию, которую вывести потом в СМЭТ или в какую-то другую документацию или как бы сделать какие-то расчеты. Все это возможно. Здесь представлен, например, вариант создания коттеджа. И вот та самая электронная модель, о которой я говорю, она на самом деле создается следующим образом. Мы начинаем чертить планы. Вот, допустим, первый этаж. Мы нарисовали первый этаж, мы нарисовали второй этаж. А само здание, оно получается автоматически. Мы нарисовали еще план крыши, например. И когда мы создали электронную модель коттеджа, мы можем автоматически все остальные этажи уже получить. Ну, например, фасады. Они получились у меня автоматически. Разрез у меня получился автоматически. Мне нужно было только расставить здесь размеры. И вид отображения этой модели мы можем сдать любой. То есть здесь я предложаю четыре варианта, но как бы это не ограничивается четырьмя вариантами. Можно вообще сдавать все, что угодно. Ну, понимаете, насколько это ум сокращает работу нашу. Давайте поговорим более подробно уже про саму программу. Вот у меня окно программы. Здесь я выбрал команду «Стена», открыл настройки, и мы видим все настройки, которые относятся к команде «Стена». Здесь мы можем задать высоту, здесь мы можем задать толщину стены, сдать еще какие-то параметры и начать строить стеночку нашу. Можем задать, здесь оно однослойно, а можем задать многослойно, например. То есть указать, что стена стоит из какого-то пирога. Каждый слой – это утеплитель, каркас или несущий элемент. То есть все это можно задать. И дальше опять же вывести, например, количество материала, какое нам нужно, смету, или, например, сделать расчеты. То же самое, в принципе, и с окном, и дверью, и балкой, колонной, перекрытием. Но что самое важное при создании проекта? Это я говорю заранее, чтобы вы знали и использовали это для будущих ваших проектов. Самое главное – это грамотно создать структуру проекта. И структура проекта создается за счет слоев. Вот мы видим, что стена, например, пойдет на слой 0.1 стена. Это я создал специальный слой, где у меня будут размещаться все стены абсолютно. Дальше у меня будут слои, например, если мы говорим про дизайн пола, потолка, мебель. Если мы говорим про архитектуру, размеры там будут, например, для крыши там будут стропила и еще что-то. То есть мы можем это за счет слоев как бы это контролировать. Что такое слой? Слой – это прозрачный кальк. Например, на одной кальке я рисую стены. На второй кальке я рисую окна. Точнее, окна я рисую, например, пол. На третьей кальке я рисую мебель. И за счет включения этих калек я могу получать те или иные чертежи. Например, когда я включаю кальку стена, я включаю кальку... Я могу получить план мебели. Когда я включаю кальку стена и кальку, например, пол, я получаю план пола. Ну и таким образом я получаю разные чертежи. Более того, я могу запрограммировать таким образом, а это и есть структура, которую мы формируем, что при нажатии на одну кнопку, например, план мебели, у меня все отключается, что не относится к мебели. Отключается все, что относится к мебели. И я получаю план мебели. То есть все это можно запрограммировать, чтобы легко было ходить по нашему проекту. Ну, здесь вы, например, видите пример, что из себя представляет проект дизайна интерьера. Да, мы можем создать чертеж обмерный, с разрезами, потом план демонтажа, монтажный. То есть вот такое приблизительное. Не обязательно, понимаете, создавать какую-то шаблонную вещь. Вы можете делать все под себя и желательно делать всегда все под себя. Но чтобы это делать, нужно освоить программу. При освоении программы обязательно сопровождать это все обильной практикой. Иначе бесполезно будет обучаться, так как Ахикад очень информативная программа. В ней много информации, навыков мало, но информации много. И всю эту информацию нужно впитать, ее нужно делать, повторять многократно. Ну, например, вы хотите сделать подачу вашего структурного проекта для вашего заказчика. Вот здесь я представил проект здания Графисофт, то есть компания, которая создала Ахикад, по-моему, в Будапеште. Реальное здание. И это здание можно представить как отдельное здание, да, то есть весь ансамбль архитектурный. Можно представить только, например, одним щелчком мыши, только несущую часть, такое возможно. То есть это нужно изначально при настройках все задавать. Можно, например, за счет разреза показать один этаж. А можно вот за счет прозрачности, да, показать, например, вот как стеклянное здание, в котором внутри есть какие-то коммуникации, мы эти коммуникации можем осмотреть. То есть при такой подаче с заказчиком будет очень легко разговаривать. Представьте себе, что человек не разбирается в чертежах, а вы ему начинаете показывать чертежи. Естественно, что разговор будет абсолютно бесполезен. Но когда у нас есть архикад, мы можем все дать в виде электронной, той самой электронной модели, о которой я говорил с самого начала. Я создаю много проектов, ну, в моей практике, вот, например, какие-то магазины, какие-то торговые центры. Раньше занимался я интерьерами. И вот здесь я представляю вам, ну, мои варианты визуализации, как можно делать в архикаде. Я не претендую на высокое качество визуализации, потому что все-таки высокую качество визуализации должны дать компании, которые постоянно занимаются визуализацией. Это очень трудоемкий процесс. И здесь успех зависит, в первую очередь, от большой библиотеки и больших наработок в плане визуализации. Здесь я представляю вам, например, интерьеры. Здесь у нас был офис, здесь квартира, там какой-то общественный. Какие тренды есть в создании, значит, не в создании, а в развитии программы архикад? Ну, сейчас активно компания Graphics Soft, которая создала эту программу, занимается такой темой, как BIM. Связана эта тема с тем, что, ну, нужно понимать, что архикад, он хорош в какой-то своей определенной сфере, а именно создании электронной модели. Но есть еще программы, которые хороши в других сферах, например, в расчетах или в той же самой коммуникации, создании. Есть там, например, программа, которая, ну, такая передовая, скажем. И заказчики, ну, точнее, потребители продуктов Саппера, они требуют, да, чтобы вот эти все программы можно было международно пожимать. И, как бы, конкурентам ничего не остается делать, как, как бы, ну, солидарно создавать такой продукт так, чтобы их пользователи могли пользоваться без всяких проблем всей линейкой программы. Так вот, система BIM, она позволяет нам, как бы, соединить между собой разные программы над созданием одной электронной модели. Ну, к примеру, вот в архикаде вы создаете объект какой-то здания. Дальше вам нужно сделать коммуникацию, вы в архикаде хотите, потому что вас это не удовлетворяет, вас нужна другая программа. И вам нужно сделать так, чтобы вот эта электронная модель открылась в другой программе. И там вы создали эту инженерную систему, и дальше они автоматически отобразились в архикаде. И дальше вот эту всю модель вы хотите в третью программу привести, где, сделайте расчет, ну, какой-то расчет, их множество. Так вот, эта система, которая создает взаимодействие между всеми программами, называется система BIM. Ну, BIM переводится как электронная модель, но сама идея, она вот в этом заключается, чтобы поженить между собой все основные программы. И так как инициатива была у ведущих компаний, производителей IT, производителей SAP, программ SAP, то эту идею подхватило и государство, и во многих государствах уже принята такая практика, что архитекторы и строительные компании обязаны сдавать свои проекты в государственные органы в виде электронных моделей. Это сейчас развивается бурно в России, и мы все придем, или уже пришли, я тут немножко не владею информацией, к тому, что все будут обязаны сдавать, ну, например, экспертизу в электронном модели, не чертежи, а именно электронную модель. И так как это уже на государственном уровне было принято, то, естественно, к этой системе подтянутся и все остальные программы, кто еще пока не шел в этом направлении. Формат самих файлов, которые, ну, принято для системы BIN, формат называется AFIS. То есть с помощью этого формата происходит взаимоотношение между программами. Также есть еще другая программа у Archicad, у Graphisoft даже, будешь сказать, компании, называется BIMX. Что такое BIMX? Гипермодели BIMX основаны на технологии, обеспечивающие одновременную навигацию по 2 документации и 3D-моделям сдания. Эта уникальная технология позволяет получить доступ с мобильных устройств даже к очень сложным моделям, содержащим большие объемы и 2D-документацию. Перевожу. Что это означает? Ну, к примеру, собрались вы к заказчику. Как это по старинке происходило у архитектора? Была большая паника, нужно было как-то быстро напечатать все основные чертежи, документации. Все зависело от подготовки в этом деле сотрудников или, например, работоспособности печатающих устройств. Ну, в общем, это был огромный стресс, который иногда был не очень красиво реализован. И со всем этой макулатурой архитектор ехал к заказчику, и они смотрели эти бумажные носители. Так вот, BIMX – это другая система. Это система, когда вы архикадовскую модель скидываете, ну, допустим, на планшет, а на планшете стоит программа BIMX, и с помощью нее вы открываете и показываете заказчику ваш проект. Что вы можете там показать? Все чертежи, естественно. Более того, вы можете показать саму ту 3D-модель, о которой мы говорим, электронную модель. И можете без дополнительных настроек переключаться вот в эти режимы, находясь у заказчика. Например, вот заказчик попросил вас вот в этом месте покажите мне более подробно, детально, что там находится. Вы можете выделить рамочкой эту часть и через все этажи показать разрез. Естественно, при такой подаче общение идет лучше, быстрее и доходчеее. Кроме того, система BIMX, она еще хороша за счет новых технологий дополнительной реальности. Перевожу. Значит, мы можем в программе архикад указать точку, где стоит человек. Ну, должен стоять человек. Дальше, этот проект архикада скидывается уже на телефон, на котором стоит программа BIMX. Для телефона, вот есть такие очки дополнительной реальности, куда оставляется телефон. Дальше вы даете заказчику, он одевает их и сразу же находится в той самой точке, которую вы изначально задали. И рассматривает ваш весь объект, что вы там построили. Ну, понимаете, что это уже совсем другой разговор, нежели даже модели на вашем объекте. То есть, он может поворачиваться и находиться на своем будущем объекте. То есть, он получит не кота в мешке в итоге, а вот то, что изначально проектируется. Он видит, что называется, получше. Ну, и еще такой системой является BIMcloud. Что это такое? Это облачная система. Ну, что такое облако? Облако, это, грубо говоря, есть какой-то сервер, на котором находятся файлы. И доступ к этим файлам можно производить с любой точки мира. Главное, нет интернет. То есть, у вас есть проект архикад. Вы главный по проектированию. Вы даете своим сотрудникам какие-то права на этот файл. Доступ к этим файлам. И ваши сотрудники с любой точки мира могут подключаться к этим. Вот смысл BIMcloud. Ну, что еще. Давайте посмотрим проект учебный. Это учебный проект. Не рассматривайте его как реальный. Вы можете сделать лучше, как вам удобнее. Например, проект архикад. Ну, например, вот идем на ситуационный план. То есть, идем на ситуационный план. План монтажа. Точнее, там был демонтаж. Это монтаж. Экспликация. Какие-то потолок, можем пол. Достаточно так примитивно настроили. Но качество подачи четверти вы можете настроить. Абсолютно любое. Абсолютно. Так вам нравится. Все зависит от того, как вы настроите программу. Вот здесь вы можете показать, например, пол совещала с мебелью. Вот развертки, разрезы. Вот, например, дизайн проекта. Очень простенькая. Архитектурный проект. Примеры тоже самое. То есть, первый этаж, второй этаж, разрез какой-то, еще что-то. Как я говорил, сметы получаются автоматические. Ну, что еще можно сказать. Ждем вас на нашей занятии. Спасибо. Спасибо.